Доброе утро, дамы и господа! Доброе утро, дамы и господа! Статуэток Оскар в кинематографе, ну а в нашей политической жизни это, конечно, пятница, когда исполнится 100 дней президентства Джозефа Робинетта Байдена. И среда, то есть послезавтра, когда Байден обещал, во всяком случае, произнести свою полутронную речь в обращении к Конгрессу, в котором он расскажет о содеянном и поделится своими планами на будущее. Но, как уже говорилось, Байден воображает себя минимум президентом Рузвельтом и президентом Джонсоном, а максимум я даже не рискую сказать тем. Итак, в минувшее воскресенье в эфире канала Fox, там воскресная программа, которую ведет Крис Уоллес, с Крисом Уоллесом выступил бывший глава юридического комитета Сената, а сейчас старший республиканец в этом комитете, сенатор Линдси Грэм. Они, естественно, говорили о байденовском президенте, и Уоллес попросил Грэма прокомментировать слова президента по поводу недавнего обвинительного вердикта присяжных в Миннеаполисе, которые признали бывшего полицейского Деррика Шовена трижды виновным в убийстве афроамериканца Джорда Флойда. Ну, вы об этом все знаете. И Линдси Грэма насторожили слова Байдена о том, что системный расизм в Соединенных Штатах – это пятно на душе нашего государства. Байден сказал, ну, как бы не сказал, а дал понять, что его предшественник Трамп, в общем-то, сам в душе был системным расистом, а вот он, Байден, этот расизм искоренит или, во всяком случае, знает, как искоренить. По-моему, нет, ответил Уоллесу Грэм Линдси. Мы только что выбрали на два срока президента афроамериканца, нынешний вице-президент афроамерикана индийского происхождения. Так что наши системы не расистские. Америка – не расистская страна, а эти нападки на полицию и работу полиции… В общем, сказал он, реформировать эту работу – да, но называть ее расистской – нет. Америка, сказал он, знаете ли, прогрессирует и занимает в этом первое место в мире, а Джо Байден тратит много времени, чтобы опустить ее. Лучше бы ему остановиться. Дальше больше. Уоллес задавал новые и новые вопросы, Линдси Грэм давал новые и новые ответы. И, в частности, он еще сказал, что во время избирательной кампании Байден заставил нас поверить, что он будет умеренным президентом. И что упаковка Верховного суда, вы знаете, что такое упаковка, и о ней мы сейчас поговорим, была дурацкой идеей. И внезапно, сказал Линдси Грэм, мы вдруг получаем комиссию, чтобы изменить структуру Верховного суда, сделать округ Колумбия штатом. И я думаю, сказал он, что это очень радикальная идея, которая изменит состав Сената Соединенных Штатов. Дальше он сказал, Александрия Акасио-Корто заявила, что его первые 100 дней превзошли ее ожидания, а это все, что вам нужно знать, сказал он Воллесу. Наша граница, он имел в виду южную границу, в хаосе. Иранцы сошли с ковра, они начинают переговоры о том, то есть Байден начинает переговоры с иранским режимом о том, что они ничего не сделали для перемен. Афганистан развалится, Россия и Китай уже нас подталкивают и подталкивают Байдена. Так что я очень встревожен. Я думаю, что он очень дестабилизирующий президент. А экономически он тормозит восстановление, желая сильно поднять налоги и регулировать Америку в основном вне бизнеса. Вот такое краткое вступление словами сенатора Линдзи Грэма к нашей сегодняшней передаче. А теперь позвольте представить вам нашего сегодняшнего собеседника, хорошо знакомую вам адвоката и политолога Орли Тайц, которая беседует с нами из Калифорнии. Орли, здравствуйте. Здравствуйте. Итак, Орли, вот три темы, которые в общем сегодня просят вашего экспертного рассуждения. Это системный расизм в Америке, это реформа, возможная реформа состава Верховного Суда, это положение на границе. Что вам, так сказать, по нраву обсуждать первой? Какую часть? Ну, мы можем по порядку. Во-первых, в отношении расизма я с вами на 100% согласна, и я согласна с Линдзи Грэм. Мы, как страна, не являемся российской страной. Мы выбрали чернокожего президента, у нас сейчас чернокожая женщина-вице-президент, чернокожие члены Конгресса, судьи, федеральные судьи, мэры, главы полицейских организаций и так далее. То есть нет расизма. Есть определенные проблемы в афроамериканской среде, и об этом, конечно, наши средства массовой информации не говорят. Например, статистически 50% людей, которые находятся в тюрьмах за криминал и серьезный криминал, за убийство, насилование, кражи, являются афроамериканцами. Афроамериканцы составляют только 12% населения. Мужчины афроамериканцы составляют 6% населения. Но эти же мужчины составляют 50% людей, которые сидят в тюрьме за серьезные криминальные нарушения. То есть есть серьезная проблема в самой афроамериканской среде. Поэтому, естественно, что есть большее столкновение афроамериканцев с полицией. И иногда, когда люди, которых должны словить за убийство, за насилование, полицейский хочет их словить, они убегают или они начинают атаковать полицейских. И в таких случаях, конечно, это может плохо кончиться для них. Более того, если мы смотрим на статистику, количество людей, которые погибли от того, что их застрелили. В последние годы примерно 8500 афроамериканцев погибают. И 99,9% из них погибают от пуль, выстреленных самими же афроамериканцами. Как правило, это люди, которые принадлежат к разным шайкам, бандитов, головорезов. И разные эти шайки, они между собой там воюют и друг друга стреляют. И среди 8000 людей, которые погибли от оружия, только 12 были людьми, которые погибли от пули полицейских. И из них почти все это были люди, которые сами пытались атаковать полицейских, пытались захватить оружие полицейского. Либо это люди, которые были... Вы рассказываете вот эти цифры, и мы их прекрасно все знаем. Я бы хотел повернуть наш разговор в русло несколько глубже, чем уголовщина. Что имеют в виду сторонники Байдена и сам Байден под понятием системный расизм? Это не отношение полицейского к преступнику, белого к черному, черного к черному. Это не то, что наша чернокожая община, которую я горячо люблю и очень уважаю, практически истребляет друг друга. И является сама для себя санитаром леса. Преступники убивают других преступников. Реже под пули попадают случайные прохожие. Это, так сказать, side effects. Но системный расизм, как нас убеждают, это нечто, что коренится в самом ядре американского общества с самого начала, когда сюда завозили рабов, и это подспудное отношение белых к черным, оно никуда не девается. Вот этот супрематизм белого по отношению к черному, он как бы неизбывен. И вот это надо искоренять вот этими новыми тенденциями. Пробуждением, волк, пересмотром исторических ценностей, пересмотром собой культуры. Вот этот новый проект, по-моему, 1619, что днем рождения Америки следует считать не декларацию ее независимости и не открытие ее европейцам, а датой прибытия первого корабля с черными рабами. Вот эта идея, вот эта теория, вот эта философия, кому она на руку, насколько она вообще продуктивна? И то ли это очередная сенсация, или это какое-то серьезное совершенно вложение в нашу культуру, историю, если хотите, философию, Орли? Ну, во-первых, это на руку демократам, поскольку афроамериканцы, как правило, голосуют за демократов. Примерно 95% американцев голосуют за демократов. И таким образом, когда они продвигают эту теорию, хотят продвинуть афроамериканцев, дать им больше мест работы и высокооплачиваемые места работы, дать им больше мест в хороших университетах, чтобы они потом смогли получить хорошие места работы. То есть они стараются как бы передвинуть большие суммы денег в сторону афроамериканцев. Это во-первых. Ну, во-вторых, есть еще одна причина. Как вы видите, люди, которые тянут нити марионеток, они это делают для того, чтобы население в Америке воевало само собой. То есть чтобы белые воевали против черных, чтобы черные воевали против белых, чтобы и белые воевали против азиатов, и черные против азиатов, и азиаты против всех остальных, и так далее, и так далее. Кому это на руку? Давайте об этом подумаем. И в этом, может быть, является более важная причина. Когда мы заняты тем, что мы воюем сами с собой, мы не видим, что происходит вокруг. А что же происходит вокруг? Посмотрите на наш конгресс, который буквально обанкратирует эту страну. У нас на сегодняшний день долг около 30 триллионов долларов. Учитывая то, что мы GDP Соединенных Штатов Америки 20 триллионов, это полтора года полного GDP. То есть если все люди в Америке будут работать, и все их деньги у них будут отнимать в течение полтора лет, вот это будет сумма. Мы видим, что границы открываются, что большое количество нелегалов наводняет страну. Кому это на руку? Это люди, которые делают миллионы и миллиарды долларов на тем, что открываются границы, на том, что страна заполняется дешевой рабочей силой, на том, что заводы закрываются, люди теряют работу, и страна наводняется продукцией из Китая, где тоже небольшое количество миллиардеров делают миллиарды на том, что они производят в Китае и наводняют страну этими дешевыми продуктами, что вызывает потерю места работы для американцев. Таким образом, вот это самая большая проблема. Страна обанкратируется, границы это не границы. И для того, чтобы мы не обращали внимания на то, что происходит, на то, как нас грабят, нас, как американцев, и нашу страну как грабят, вот начали всю эту шумиху с расизма. И мы настолько заняты вот этим расизмом, которого, в общем-то, и нет в нашей стране, что мы не обращаем внимания на большие проблемы, которые нужно решать, и большое сдвижение в среде и в политике, которая рискует полностью разрушить нашу экономику. Орли, ведь смотрите, вчера появилась статья обозревателя Майкла Гудвина, до этого эти же темы обсуждались другими правыми обозревателями. Вот те же самые люди, начиная с нашего президента Байдена и спикера палаты представителей Нэнси Пелози, которые очень давно находятся в Конгрессе, в свое время принимали решения, которые сегодня они же обвиняют или называют расистским. Байден в свое время проводил какие-то били в Сенате за базинг, вы это знаете. Пелоси в палате представителей подписала биль о том, чтобы в стране создали больше камер для заключенных, и туда стали сажать уже предпочтительно меньшинств, так уже получалось, во всяком случае, у нее в Калифорнии. Но сегодня они же наступают на горло собственной песни, и таких полно и в палате представителей, и в Сенате. Любой законодатель, который там больше, скажем, 20-30 лет, он в прошлом был совершенно иного отношения к действительности, потому что сама действительность была другой. И вы правильно сказали, ведь с времен Мартина Лютера Кинга принималось такое количество законов и послаблений о существовании вот этой афроамериканской общины, которая довольно-таки малочисленна по отношению к 100%, скажем честно, что и вот эта программа позитивных действий, affirmative actions, все это привело к тому, что если вы заглянете в любое федеральное учреждение, то на низовых работах вы буквально увидите практически одних чернокожих, а в руководящем составе вы их не увидите, но не потому, что их нет, а потому, что вас в эти кабинеты не пускают. И в Конгрессе, и в правительстве, и в руководстве армии, все это непропорционально высоко представлено чернокожей общиной. И тем не менее, вот этот разговор о расизме вспыхнул именно сейчас. Можно ли это объяснить вакуумом позитивных действий, которые создались после смены президента республиканца на демократа? У Трампа было совершенно четкое политическое видение, у него была своя программа, и он шаг за шагом ее выполнял. Байден, придя к власти, за первые же дни один за одним стал уничтожать все содеянное президентом Трампом по принципу «ломать не строить». Строить они сейчас собираются совершенно иное общество, основанное на солнечной энергии, на зеленые революции. Но за расизм они схватились, как за какую-то волшебную палочку, которая позволит им это делать. Так что ли, Орли? Да, я с вами согласна, безусловно. Это просто для того, чтобы увести внимание населения от важных проблем. Безусловно. Они уничтожают экономику. Например, возьмем, к примеру, Keystone Pacific Pipeline. Это была линия, которая шла, нефтелиния, которая шла из Канады в Техас. Это было очень важно для нашей индустрии. Как только Байден пришел к власти, он закончил, он приостановил строительство Keystone Pacific. Он вызвал большую экономическую проблему. И более того, мы более зависимы от таких стран, как Саудовская Аравия, Дюбай, United Arab Emirates. Стран, которые не являются нашими близкими друзьями. И мы на сегодняшний день зависимы от этих стран для получения нефти и газа. Keystone Pacific и политические шаги Трампа были для того, чтобы у нас была independence. При Трампе Америка стала страной, которая производит наибольшее количество нефти и газа больше, чем любая другая страна в мире. И мы стали благодаря Трампу net exporters of energy. До Трампа, особенно при демократах, мы были импортерс. Вот смотрите, если вы уже затронули внешнеполитическую линию президентства Байдена. Вот последний шаг о том, что Байден в очередном заявлении признал геноцид армянского населения Турции в начале прошлого века. Разговоры о том, что турки безбожно жестоко себя вели по отношению к армянам на этой территории, ведется, наверное, уже больше ста лет. И периодически он возникает, затухает, говорят и переговорят. В общем, все разговоры сводятся к тому, что турки, да, действительно производили уничтожение мирного населения, которое приравнивается к геноциду. Но это не акцентировалось чисто из политических соображений последние 50 лет, скажем. Потому что Турция была членом Североатлантического союза. Потому что это крупнейшее государство на границе мусульманского и христианского мира, на границе Азии и Европы. Что это стратегически важнейший центр, на котором, в числе прочего, находятся наши вооруженные силы. Находится авиабаза Инджлик, на которой базируются наши военные самолеты, самолеты НАТО, которые совершают чрезвычайно важные облеты республик бывшего Советского Союза и вообще, так сказать, недружественных территорий. И президент вдруг резко рушит дружеские отношения с Турцией, с нашим союзником, которая, конечно, очень болезненно воспринимает вот это выступление президента. Я не говорю о том, что не следовало так обижать Армению. Да, не следовало. Но нужно ли было так обижать Турцию? Было ли это дальновидным политическим шагом? Нужно ли было так настраивать против себя Израиль, поддерживая Иран, неприкрытого врага Израиля? Вот это, опять-таки, дальновидно или недальновидно? Или у Байдена совершенно иное дальнее видение мира, в котором живет Америка? Как вам кажется, Орн? Ну, я думаю, что внешняя политика Байдена является очень проблематичной. Вы затронули Израиль. У Трампа была очень положительная политика. Благодаря Трампу Израиль заключил мирные договора с пятью мусульманскими странами, которые находятся близко к Израилю. Как вы знаете, Бахрейн, United Arab Emirates, Марокко, Косово, Судан. И, то есть, были положительные изменения в сторону мирных договоров. И, как вы знаете, Трамп был представлен к Нобелевской премии. Я не знаю, он ее получит, потому что люди, которые голосуют за Нобелевскую премию, как правило, левые. Они дали Нобелевскую премию Обаме, в то время, как Обама только пришел к власти и ничего не сделал. Но посмотрим. Независимо от того, получит он Нобелевскую премию или нет, он сделал очень мудрые и важные шаги для того, чтобы укрепить мир и особенно мир на Ближнем Востоке. То есть, у него была цель. Он работал к этой цели. Байден просто там что-то кидается и туда, и сюда. Но положительных изменений нет. И так же, как и вы. Я, конечно, соболезную армянской общине тем, что был действительно геноцид больше ста лет тому назад. Но на сегодняшний день президент Америки должен сконцентрироваться на том, чтобы не было геноцида и чтобы не было войн в наше время. То есть, очень важно, чтобы он продолжал политику Трампа. И он этого, конечно, не делает. При Байдене Иран начал производить больше ядерного оружия, обогащать ядерную руду. И это, конечно же, очень опасно. Поэтому, к сожалению, на данный момент и внешняя, и внутренняя политика Соединенных Штатов Америки являются очень проблематичными. Ну и, конечно же, Байден, как и этим затронул те вопросы, что вы задали в начале программы. Для того, чтобы провести эту политику и законопроекты Байден и демократы пытаются изменить состав Конгресса и Верховного Суда. И сейчас в отношении Конгресса Байден пытается увеличить количество сенаторов демократов. И каким образом они это хотят сделать? Во-первых, они это хотят сделать тем, чтобы сделать Вашингтон, Д.C. 51 штатом. И, как вы знаете, Нэнси Пелоси провела в Нижней Палате законопроект, который говорит, что Вашингтон, Д.C. является 51 штатом. И, конечно же, это очень больной вопрос и очень важный вопрос. И вот я хотела остановиться на этом вопросе тоже, поскольку то, что на сегодняшний день делает Нэнси Пелоси, это является просто нелегальным. Как вы знаете, Конституция, особенно 17-й параграф Конституции, говорит о том, что Вашингтон, Д.C. является под юрисдикцией федерального правительства. Он не является штатом, он является полностью под юрисдикцией федерального правительства. То есть эта территория примерно 100 квадратных километров, она принадлежит только федеральному правительству. В свое время штат Мэриленд дал, по-моему, 63 квадратных километра, квадратные мили, а Вирджиния дала 37 квадратные мили, потом Вирджиния дали их территорию. Так что в основном вся территория Вашингтон, Д.C. пришла со штата Мэриленд. В 1960 году демократы пытались сделать Вашингтон, Д.C. штатом. И в 1960 году была проведена поправка к Конституции, 23-я поправка. Но что 23-я поправка говорит? Она говорит только о том, что люди, проживающие в Вашингтон, Д.C., на сегодняшний день где-то 700 тысяч людей проживают в этих 100 квадратных милях, они имеют право голосовать за президента. Но при этом они не получили права голосовать за конгрессменов и за сенаторов. У них есть представитель, который просто может находиться в Конгрессе, но не имеет права голосовать. И эту поправку, 23-ю поправку сумели провести через 3 четверти штатов. Как Вы знаете, любую поправку к Конституции нужно провести через 3 четверти штатов. То есть 38 штатов должны проголосовать за эту поправку в течение 7 лет. Если в течение 7 лет 38 штатов не голосуют, значит поправка не проходит. В 1978 году Конгресс хотел изменить эту 23-ю поправку и хотел дать Вашингтон, Д.C. право стать штатом и выбрать двоих сенаторов и одного конгрессмена. И это не прошло. Штаты не голосовали за это. Им нужно было 38 штатов и только 16 штатов за это проголосовали. То есть им не хватало 22 штата для того, чтобы провести вот эту поправку и это не прошло. Сейчас демократы снова хотят это сделать. Во-первых, для того, чтобы Вашингтон, Д.C. стал штатом, они должны отменить 23-ю поправку Конституции. Для того, чтобы отменить поправку Конституции, опять-таки, нужно, чтобы обе палаты Конгресса проголосовали двумя третьими. Две трети каждой палаты должны проголосовать за это. И три четверти штатов или 38 штатов должны проголосовать. Но, как Вы знаете, у демократов нет двух третьих. У них есть очень маленькое большинство в нижней палате. 222 на 213. То есть у них всего-то 2%. У них где-то 51,5 на 49, 48,5. А в верхней палате это 50 на 50. То есть у них нет голосов ни в нижней и ни в верхней палате. Более того, на сегодняшний день штаты, большинство штатов Америки имеет республиканцев, республиканское большинство в их State Assembly и State Senate. То есть явно они даже и половины не получат, не говоря о том, что они не получат три четверти. То есть такой поправки не может быть. Оно не пройдет на сегодняшний день. То есть демократы хотят что-то протолкнуть, но я не вижу возможности для них это протолкнуть, пройти. Я не думаю, что их законопроект будет успешным. Даш, если они... Понятно. Орли, к сожалению, нам нужно сейчас прерваться на рекламную паузу. Я просто завершу эту тему, что это как раз вот это намерение пойти наперекор Конституции, оно прекрасно входит в общую вот эту идеологему, которую я назвал пробуждением, а вернее я заимствовал у них. Вот это ироническое, наплевательское и негативное отношение к прошлому. Будь это закрепленное в Конституции, будь это узаконенное самой историей, если можно назвать тенденцию историческую закономерной. Но тем не менее, и низложение культуры, и низложение исторических событий, и низложение того, что четко записано в нашей Конституции. Но мы к этому вернемся через пару минут рекламной паузы. Дамы и господа, оставайтесь с нами. Если вам за 60, и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все. И опытные специалисты, и необходимое оборудование. Здоровье — это то, что люди больше всего хотят сохранить и меньше всего берегут. Будьте бережливы, чтобы не кусать локти, лечите зубы. Доктора Зита Ройзман и Слава Пазнянская. Максимум здоровья, минимум затрат. Внимание! Натуральные капли рецепта Авиценны — это ваша единственная возможность успокоиться, избавиться от повышенного давления без лекарств. Звоните по телефону 1-888-765-8752. 1-888-765-8752. И покупайте их по адресу 289 Брайтон-Бич-Авенюк. В это трудное время знаменитая ясновидящая и целительница Америки госпожа Еля ежедневно проводит индивидуальные онлайн-консультации на FaceTime, Viber и WhatsApp. Благодаря виртуальным встречам с госпожой Елей, сотни людей из разных стран избавляются от страхов и депрессий, восстанавливают спокойствие и мир в семье, обеспечивают будущее своего бизнеса, а также дарят своему организму прочную энергетическую и иммунную защиту. Вместе с COVID-19 вакцинах и варенцем, мы должны бить на вакцинах. Варенцем они предоставляют какие-то безопасности против варенцем и варенцем, и помогают увеличить риск для варенцем и варенцем. Но, как COVID-19 продолжается дарить, давайте не дарим варенцем вверху. Мы должны recommитить к маски, физически-дистанцем, hand-вашинг, staying home when ill, getting tested, and getting vaccinated when it's our turn. To learn more, visit nyc.gov slash COVID-vaccine. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Всего один звонок на «Дэвидзан Радио» сможет привлечь новых клиентов вашему бизнесу и вернуть старых. Мы сохраним ваш бизнес в это сложное время. Мы увеличим число ваших клиентов. 718-303-80-05 Дополнительные бонусы на рекламу. На ролики в дневное время и в выходные. Звоните сейчас. 718-303-80-05 И еще раз здравствуйте, дамы и господа. Напоминаю, что вы смотрите программу «Контакт», в которой сегодня участвует калифорнийский адвокат и политолог Орли Тайц, постоянный участник моих передач на политические темы. Вот и сегодня, в преддверии 100-дневки, которая произойдет в эту пятницу, сотого дня правления президента Джозефа Байдена, мы обсуждаем, что же такое глагол «творить» to create, который сопровождается на русском языке позитивной приставкой «со», «сотворить» и негативной приставкой «на», «на творить». И вот мы и говорим о том, что же успел сотворить и натворить президент Байден. Итак, три темы, которые я предложил для обсуждения. Это переупаковка состава Верховного суда, это положение на границе. И Орли добавила вот эту самую попытку изменить, а вернее отменить принятую ранее поправку к Конституции, которая мешает объявить город Вашингтон, Ди-Си или федеральный округ Вашингтон, а также Пуэрто-Рико, управляемый Америкой, иностранный регион, новыми штатами, 51-м и 52-м, что пойдет на руку демократам. Конечно, потому что эти страны и этот район Ди-Си населены в основном людьми, те, которые проголосуют за демократов, и представленные ими в Сенате по два человека, это четыре новых голоса демократической партии. Я не говорю о том, что там по одному будет представитель в нижней палате нашего Конгресса. Это так. Но вот переупаковка Верховного суда – это тема, которую мы, в частности, с Орли, обсуждали очень давно, еще при Трампе, когда демократы уже предлагали эту идею. Как вы знаете, за четыре года президентства Трамп предложил, и при нем были приняты в состав Верховного суда три консерватора. И на сегодняшний день расстановка сил там шесть против трех, что совершенно для демократов нетерпимо. И они предложили вот такое совершенно неоспоримое, по их мнению, предложение изменить состав Верховного суда. Орли, вы с нами? Да, да. Так вот, 9 апреля президент Байден подписал указ о создании комиссии, к которой войдут эксперты, правоведы, законодатели, судьи и другие граждане двухпартийные, которые обсудят саму идею и саму законность добавления новых членов в Верховные судьи. Не дожидаясь решения этой комиссии, юридический комитет Палаты представителей во главе с хорошо известным вам Джерри Надлером, так проявившим себя по двум импичментам, он вынес это на голосование, и они приняли вот этот законопроект о том, что действительно нужно увеличить состав Верховного суда с девяти членов до тринадцати членов. И объяснили это гениально просто. Оказывается, в нашей стране существует совершенно законно и легально тринадцать апелляционных федеральных судов, тринадцать апелляционных федеральных округов. А судей оказывается в Верховном суде всего девять. Они сказали, что высшая справедливость и залог закона восторжествуют, если судей будет в Верховном суде столько же, сколько федеральных апелляционных округов. По одному судье за каждым округом. Тринадцать на тринадцать. Я сразу вспомнил кинокомедию пятидесятых годов «Семь невест для семи братьев». Орли, что вы по этому поводу думаете? Во-первых, я не знаю, откуда они взяли тринадцать округов. Есть одиннадцать дистриц, плюс дистриц в Колумбии. Это двенадцать, не тринадцать. Во-вторых, они могут придумать любую причину, почему именно это. Они могут сказать, что есть, я не знаю, двенадцать месяцев в году, поэтому нужно двенадцать судей. Дело не в этом. Дело в том, что действительно в Америке раньше было другое количество верховных судей. Было семеро. То есть изменяют. Они могут изменить. Но любой законопроект, они должны, конечно же, провести через обе палаты. В верхней палате вполне возможно, что будет филибастер, и это не пройдет. Но даже если это пройдет обе палаты Конгресса, если они сумеют убедить Джо Мэнчина из Западной Вирджинии и других более, менее левых сенаторов-демократов, если они убедят их голосовать за это, даже если это пройдет, как любой законопроект, как любой закон, после того, что он проходит через Конгресс, есть, конечно же, судебные иски против них. Когда республиканцы проводили законопроекты, демократы предъявляли иски в различных судах, как правило, в федеральных судах, поскольку это федеральный вопрос. Сейчас, когда демократы имеют в руках обе палаты, и я думаю, что они не будут иметь на долгое время обе палаты, я думаю, что на будущий год, в 2022 году, у республиканцев есть очень хороший шанс добавить еще пять мест и получить большинство в Нижней палате. То есть они за это короткое время должны провести этот закон, но, конечно же, будут иски против этого закона, эти иски пройдут от республиканцев. Как правило, такие иски против демократов начинают в штате Техас, где у них больше силы, большой штат, больше денег, и другие консервативные штаты присоединяются к Техасу и ведут эти иски. И есть, конечно, иски, которые ведутся и private citizens, как вы знаете, я сама вела множество таких исков. И это все, конечно, приходит в Верховный суд. И дальше все зависит от того, как судей в Верховном суде решат. И, как вы знаете, покойная Рудба Бедер-Гинсбург писала о том, что она не считает, что нужно увеличивать количество судей в Верховном суде. Также демократ Стивен Брайер выступил и сказал, что он не поддерживает увеличивание количества судей в Верховном суде. То есть мы не знаем, как суд будет голосовать. Они могут решить, что причина для того, чтобы делать такое изменение, является политическое, что это political packing, there is no valid reason. Все зависит от того, как эти суды проголосуют. Я уверена, я почти уверена, что Клэренс Томас и Самюэл Алита будут голосовать против этого. Я думаю, что в отношении других судей, трудно сказать, Нил Горсич может голосовать против. Но вот эти три судей, которых поставили на Верховный суд республиканцы, Джон Робертс и Брэд Кавано и Эми Канни Берретт, они, трудно сказать, как они будут голосовать. Поскольку были вопросы, где, по идее, они должны были бы голосовать в пользу республиканцев, они не проголосовали в пользу республиканцев. Да, да, да. Так что, в связи с тем, как... Орли, 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 ведь раньше мы всегда говорили о том, что как раз Робертс – это такая загадка, за кого он будет голосовать. Маловероятно, потому что он такой сидящий на заборе консерватор, который может и туда спрыгнуть, и сюда. А Горсыч, которого рекомендовали при Трампе, он как раз не вызывал никаких сомнений. А сейчас вы сказали, что Горсыч под сомнением, а Робертс практически решенный вопрос. Орли. Не-не, наоборот, наоборот. Я сказала, что Горсыч, скорее всего, что будет голосовать против этого законопроекта. А вот Робертс, Кавано и Берет – это большой вопрос, что они будут делать. Понимаете, на мой взгляд, проблема с Робертс – это не то, что он не консерватор. С ним проблема в том, что он глобалист. Он, как правило, делает вещи, которые помогают глобалистам. Например, он голосовал за Обамакир. Хотя конституционно Обамакир является нелегальным, поскольку по Конституции Соединенных Штатов Америки вопросы здравоохранения – это 100% вопросы штатов, решаются штатами. Есть только пять вопросов, которые решают, где есть юрисдикция федерального правительства. Такие вещи, как армия, как границы, как почта, как федеральные налоги – это юрисдикция федерального правительства. Но не здравоохранение. Точно так же вопрос о женитьбах. Это также вопрос штатов, не федерального правительства. Но, к сожалению, вот эти три судьи, которых поставили на суд республиканцы – Робертс, Беретт и Кавану – они, на мой взгляд, являются глобалистами. Поэтому трудно предугадать, что они сделают. Я уже сказал, что 9 апреля Байден подписал этот указ. А через три дня Наблер и два его коллеги по юридическому комитету – это Мандель Джонс и Хэнк Джонсон – они на ступенях конгресса выступили с пресс-релизом. И вот слова Наблера. 9 судей, возможно, имели смысл в 19 веке, когда было только 9 федеральных судебных апелляционных округов. И многие из наших самых важных федеральных законов, охватывающих все – от гражданских прав до антимонопольного права интернета, финансового регулирования, здравоохранения, эмиграции и преступлений белых воротничков – раньше просто не существовали и не требовали вынесения решения Верховным судом. Но логика, лежащая в основе наличия только 9 судей, сегодня гораздо слабее, когда в стране 13 федеральных судебных апелляционных округов, 13 судей для 13 округов – это разумный прогресс. И я рад присоединиться к моим коллегам в принятии закона о судебной власти 2021 года. Ну, о том, что 13 – это не 13, Орли, нам уже сказала. Но вот эта самая логика, что нынешнее законодательство включило в себя преступления, которых раньше не было. Это, в общем, непреложная истина. Против этого никто ничего не говорит. Но нужно ли ради этого менять саму структуру судебной системы? Ну, единственная причина, почему они хотят менять – это потому, что есть большинство судей, которых посадили на суд республиканцы, а не демократы. Они хотят больше судей, которые будут решать в пользу демократов. Это естественно, это всем понятно. Причины они могут, как говорят, высосать из пальца. Они могут придумать округа, который не существует. Любой человек может посмотреть на интернете. А смотрите, Орли, Орли, мне уже приходит в голову такая, конечно, бредовая, но вполне логичная гипотеза. И так, этот за... Все. Идея демократов прошла. В Верховном суде стало не 9, а 13 судей. И расстановка сил опять стала на одного в пользу либералов. Хорошо. К власти приходит следующий президент – республиканец. Руководствуясь уже этим законом, он говорит о том, что, скажем, идеальное число судей не 13, а 26. И этот закон на основании прецедентного права проходит. И в Верховном суде уже 26. Следующим президентом становится демократ, который в свою очередь... Почему 26, а не 52? И, скажем, через 20 лет у нас в Верховном суде столько же членов Верховного суда, сколько депутатов в Палате представителей. Так, почти 500. Так, что ли, получается? У нас будет больше судей Верховного судей, чем людей в Америке. Ну, да, да. Так мы дойдем, бог знает до чего. Вы упомянули одну интересную мысль. Вернее, не мысль, а предположение, основанное на реальном расположении голосов. О том, что на промежуточных выборах следующего года большинство голосов в Палате представителей может перейти от демократов к республиканцу. Поскольку и на сегодня там незначительное большинство для такого многочисленного законодательного органа у демократов. А я читал, что на местах позиции демократов ослабевают. Что избиратели на местах все больше отдают предпочтение потенциальным кандидатам республиканцев. Это так? Ну, посмотрим. Вы знаете, очень трудно судить, потому что, как вы знаете, опросы населения были совершенно неправы. И, например, я помню всякие опросы населения, которые делали в 2016 году, показывали, что Хиллари Клинтон имеет преимущество и большое на 10%, а то и больше. И в итоге она, конечно же, потеряла выборы и Трамп выиграл. В 2020 году различные опросы населения показывали, что Байден ведет на 10% и больше. Я помню, например, в штате Вискансин ABC сделал опрос населения и показал, они говорят, что Байден ведет на 17%. В итоге, конечно, это все было не так. Байден еле-еле выиграл. Он имеет всего 51% голосов. И более того, есть очень много сведений, что был обман, что липовые карточки голосования, сотни тысяч липовых карточек прислали в разные штаты. В Штаты, в Джорджии, в Аризоне, в Пенсильвении, в Вискансине, в Мишигене. И, кстати говоря, сейчас несколько штатов ведут аудит, проверки этих карточек голосования. Например, в штате Аризона, в самой большой каунте, в Марикопа каунте, где находится город Феникс, самый большой город Аризоны. Сейчас ведется аудит, и они проверяют каждую карточку, они проверяют через ультравиолетовыми лампами, проверят, что есть ли там watermark. И если там, что называется, криз, если такой изгиб, который показывает о том, что эти карточки были действительно заполнены людьми, или это большое количество карточек просто прислали к секретарию штата, и это были липовые карточки. Например, в Аризоне в 2016 году Трамп выиграл штат Аризону с большим-большим разрывом в 90 тысяч голосов. А в этом году они заявили, что он проиграл на 10 тысяч голосов, то есть разница на 100 тысяч голосов. И более того, они заявили, что в этом году на 900 тысяч больше людей голосовали в Аризоне. В прошлых выборах в 2016 году 2,4 миллиона голосовали, а в этом году 3,3. То есть это очень подозрительно. Как правило, количество голосующих не повышается на 40% за 4 года. Это просто немыслимые, совершенно немыслимые цифры. И сейчас ведется очень серьезный аудит в Аризоне. Я вот жду сейчас решения суда. Там один судья ушел в отставку, один судья заявил, что он не может дальше вести этот процесс. Назначили другого судью. И, к сожалению, вот этот новый судья, его назначил на суд. Представлен был Джейна Трино. Он соратник Джейна Трино-адвоката. Она была когда-то губернатором штата. И он даже связан с Марк Элиас. Это адвокат, номер один адвокат демократов, который ведет вот эти суды конституционные и суды по выборам. То есть это большая проблема. Мы ждем решения суда в Аризоне. Более того, в штате Нью-Хэмпшир также ведется аудит. И члены legislature и сената штата Джорджия тоже думают делать подобный аудит. Так что мы ждем и будем смотреть, каковы будут результаты этих аудитов, этих проверок. Орли, основной политический козырь, который разыграл Байден против Трампа на минувших выборах, была, конечно, пандемия. Вы помните этот его победительный тезис о том, что руки президента Трампа по локоть в крови невинных жертв, которых он обрек на гибель от коронавируса. А я спасу американский народ сначала лекарствами, потом прививками, потом тем-то еще. Это было президентское голосование. И американскому народу в целом, жителям всех 50 штатов, было предложено либо выбрать того президента, либо перевыбрать этого. На выборах 2022 года, когда голосование будет по штатам, по округам, по городам и так далее. Будет ли пандемия по-прежнему иметь такое решающее значение? То есть останется ли это козырем или нет? У нас осталось 4 минуты. Орли. Я не думаю, потому что будут другие проблемы в 2022 году. На сегодняшний день в Америке есть уже больше вакцин, чем людей, которые хотят вакцинироваться. То есть сначала был нехваток вакцин. Кстати говоря, благодаря Трампу у нас и есть эти вакцины. Он сумел все это протолкнуть. Посмотрите на другие страны. Посмотрите на Европу. У них нет такого количества вакцинированных, как в Америке. Я думаю, что это не будет главной проблемой. Я думаю, что главной проблемой будет иммиграция. То, что нахлынули тысячи и тысячи нелегалов. И это все, конечно, мы ими все в итоге будем их поддерживать. Их здравоохранение, их обучение. Очень много детей нелегалов. Я думаю, это будет номер один проблема. А также экономика, места работы, здравоохранение. Люди будут голосовать, думая об этих вопросах. В вопросах в меньшей степени пандемии. Кстати говоря, я работаю над этим вопросом. Поскольку, как вы знаете, в Китае, в вируологической лаборатории в городе Вухан. Они вели тесты и до сих пор ведут тесты на вирусах. В вирусах, которые были вирулентны животным. И они добавляют к этим вирусам генетические секвенсы, которые позволяют им становиться опасными для людей. И это может вызвать и новую пандемию. Это может быть новая пандемия при Байдене и при любом другом президенте. На сегодняшний день в Америке, в Европе есть мораторий против таких экспериментов. В Китае этого нет. И может быть это и вопрос для другой программы. Но я очень надеюсь, что ваши телезрители смогут присоединиться ко мне. И в этой работе, чтобы был международный мораторий, который мы можем проверять инспекторами. Чтобы больше не велись такие эксперименты в Китае и в других странах. Чтобы у нас не было больше пандемий. И я призываю ваших телезрителей пойти на мой веб-сайт. tatesreport.com tatesandtom tatesreport.com Есть там все эти статьи. И мы очень надеемся, что мы сможем в будущем перестановить вот такие эксперименты, чтобы не было больше таких пандемий. Спасибо, Орли. Но действительно наша передача подошла к концу, дамы и господа. Если вы действительно захотите присоединиться к Орли Тайтс в этом движении. Те, кто не запомнил то, что она сказала, вы можете в гугле просто набрать Орли Тайтс. Вас выведут на ее данные, где наверняка будет и вот этот самый пароль, по которому можно будет присоединиться. Ну а я благодарю Орли за очередную лекцию, которая прозвучала очень убедительно и даже, можно сказать, увлекательно. Я благодарю вас за час внимания и мы с Орли прощаемся с вами. До следующей встречи в эфире. Всего хорошего. Всего хорошего. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok